доброе утро дамы и господа так план действий вчера я потерпел фиаско по прохождению булган из-за огромного болота сегодня у местных спросил его объехать все-таки нельзя из-за дождей там просто 20 сантиметров каши из глины и короче на мотике там вообще не в кайф поэтому я сейчас вернулся вчера вечером в мандал ого переночевал там возле города в палатке и сейчас поеду в цокт ого а из цокт ого уже по скорее всего асфальтированной дороге доеду до дал ганс до долган задгад вот такой городок и оттуда попробую пробраться в булган на кемпинг и попробую найти все-таки этих долбанных динозавров ну может и не буду как бы что-то мне больше и нравится кататься все-таки чем шарится вот такие вот дела погода сегодня огонь вернее хорошая теплая не то что вчера не холодно но ночью было прохладненько прохладненько пришлось даже спальнике спать застегивая его вот ну сейчас по прием прям дорога долбанная гребенка мотик начинают помаленьку побрякивать уже от этого всего надо будет где-то на алтае делать то наверное и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 В песчаных зарослях колючки увидел озеро Да, я думаю, запущу коптер Поснимаю Подъехал на место Запустил коптер И понимаю, что никакого озера И даже намека на воду нет Прикольно Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В цост овода заправился Выехав из поселка, навигатор заблудился Ну и я тоже Подъехал к стоящей в пустыне машине Там молодые монголы пили пиво Ну и в общем отдыхали Спросил направление на Булган Мне показали рукой в ущелье Туда я и направился Вскоре и навигатор определился с маршрутом Путь снова проложил по какой-то Духам пустыни Забытой дороги Лишь к вечеру добрался я до урочища Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за leyenda Продолжение следует... Баянзак представляет собой что-то вроде каньона или размытой дождями глиняной горы, в недрах которой ученые нашли останки и яйца динозавров. Походил, поблуждал. Красивый вид. Более ничего интересного для себя я не увидел. Не доехал я до него вчера всего 35-40 километров, а крюк пришлось сделать. Почти в 400. В таких условиях это весьма приличное расстояние. На ночевку встал в палатке, вернувшись к Булгану в подножье скалистых холмов. Разбил лагерь, поужинал, и только я увлекся спать, как поднялся нистовый ветер. Точно такой же, наверное, унес домик Дороти в сторону Оз. Всю ночь практически не спал, только к утру ветер стих. Удалось пару часов поспать, а утром снова в путь. Бедная палатка. Супать всю ночь. К этому моменту у меня уже сломалась горелка, и вместо кофе я утром пил холодную воду. Ей я изопил несколько печенек, заранее купленных в магазине. Стоит отметить, что в каждой монгольской деревне есть банк, маркет и пара-тройка заправок. В общем, все необходимое для пополнения запасов. Правда, может случиться и такое, что на заправках нет бензина, но это редкость. Выехал на асфальт, ведущий в город Далазангад. Из Далазангада направился по асфальту в поселок Бейндалай, чтобы там снова вернуться в пустыню и попасть на знаменитые пески Хангарин Элс. Путь от Бейндалая составил по пустыне более ста километров. Дорога, мягко говоря, не очень. Много гребенки, по которой груженый мотик, крайне неохотно скачет. Попал еще и под дождь с сильным ветром, который хоть как-то меня остудил. Но выглянувшая из-за туч, палящая во всю силу солнце, вмиг меня высушила. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На ночь решил остановиться в одной из многочисленных баз в 17 километрах от Бархана. Здесь очень хорошая цена, есть душ и нету людей. Разгрузив мотик, рванул на Бархан. Как же он едет без груза? Совершенно не замечает ни гребенки, ни ухабов и льям. Одно удовольствие носиться по пустыне на легке. Проехал дальше основного места высадки туристов, забрался на мотике на Барханчик. Ну вот, мы на Барханах. Наконец добрались. Дорога была жаркая, охрановая. Остановился на базе там на самой первой. 25 тысяч всего за ночь. Есть душ. Ну, нету даже розетки, к сожалению. 17 километров получается отсюда. На мотик я там разгрузил. И заехал сюда на нем прокатиться. Вот такой вот он у меня. КТМчик мой стоит. Чтобы там один внизу не стоял. Мы сюда маленечко забрались. Вон оттуда. Ну, а я сейчас, наверное, пойду. Пробую гоняться по пустыне. Да, вот даже пенсия. Дома сидеть надо. Ёлоп твою мать. Я по пескам шаюсь. Нахрена я туда поперся? Вон, жук тоже кот поперся. Ой, скользко идти. Неудобно. Отсюда открывается великолепный вид на пустыню. Посидел. Насладился видами и поехал в обратную сторону. По пути встретил прокат верблюдов. Озвучили цену в 15 тысяч тугриков. Пока шел к верблюду, цена выросла до 30. Якобы цегида. Я отказался. Сел на мотоцикл и красиво ушел в закат. На базе принял душ. Смыл себе пыль. Состернулся и приготовил ужин. Лег спать. Ночью снова был сильный ветер. Как хорошо, что я в крепкой, просторной юрте, а не в палатке. Юрта чистая. Костель свежая. Рано утром, пока еще спали даже верблюды, покинул приют и поехал дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok